Привет, хочу рассказать, как можно превращать жир в мышцы. Ну, типа. Конечно, имеется в виду не физически превращать жировую ткань в мышечную, а терять жир и набирать мышцы. Как бы параллельно. Для женщин это тоже актуально, ведь качественно тренируя мышцы, женщины становятся не такими, а, например, такими. По крайней мере, если не употребляют лошадиных доз запрещенных препаратов. Сейчас у меня вырос ху**. Тестостерон норме. Сжигание жира во время набора мышц называется рекомпозицией. Это довольно известное явление, по крайней мере, для западного ютуба. На английском уже даже есть сокращенное слово рекомп. Я кратко познакомлю вас с данными исследований, потом расскажу общепринятые практические рекомендации, а потом расскажу, как можно превращать жир в мышцы максимально быстро, в том числе при помощи моей личной идеи. В русскоязычном ютубе про рекомпозицию знают, но не все, и не все в нее верят. Многие придерживаются классической теории, что набор мышц и сжигание жира несовместимы, потому что для набора мышц нужен профицит калорий, то есть потреблять калории больше, чем тратите, а для сжигания жира дефицит, то есть потреблять меньше, чем тратите. Это убеждение возникло еще со второй половины прошлого века, потому что профессиональные бодибилдеры обычно несколько месяцев в году едят как не в себя, чтобы набрать много мышц с жиром. Потом они несколько месяцев сгоняют жир жесткими диетами, и в итоге они могут быть в сухой форме пару недель в году, а остальное время ходить с пузом. Для роста мышц действительно нужен профицит калорий, хоть и не такой большой, как многие думают, но при определенных условиях этот профицит может браться из жира в теле. И так мы будем как бы убивать двух зайцев, растить мышцы и благодаря этому терять жир. Как именно это происходит, науке пока неизвестно, потому что ученые пока точно не знают механизм роста мышц. Известны только какие-то факторы и есть только теории, поэтому в настоящее время рост мышц рассматривается как черный ящик, с которым проводятся исследования и выявляются закономерности. И есть множество исследований, показывающих, что рекомпозиция работает. Кому интересно, можно нажать на паузу и почитать кое-какие ключевые моменты, которые я сейчас покажу мельком, и ссылки на все исследования, как обычно, будут в описании. Я не буду разбирать их подробно, потому что снова-таки рекомпозиция, явление довольно тривиальное. Так что я сфокусирую внимание на конкретных рекомендациях, а потом скажу, что это значит на практике, и как делать это максимально быстро. Итак, ученые выяснили, что рекомпозиция лучше всего получается у четырех категорий людей. Первая категория – люди, у которых много лишнего веса. Условно много, я так говорю сокращенно, имеется в виду примерно более 25-30% у мужчин и более 35-40% у женщин. Конкретные цифры для всех будут немного разными в силу индивидуальных особенностей. Вторая категория людей, предрасположенных к рекомпозиции – новички в силовых тренировках, или те, кто тренировался неоптимально. Третья категория – растренированные люди, то есть опытные, но после большой паузы в качественных тренировках. И четвертая категория – те, кто принимает запрещенные опасные бодибилдерские препараты, но я не использую их сам и не рекомендую вам, так что этот вариант мы не рассматриваем. И будем считать, что у нас три категории, которые можно назвать приоритетными для рекомпозиции. А также всем людям, не только из этих категорий, рекомендуются такие правила. Само собой нужны силовые тренировки, минимум три в неделю. Дефицит калорий должен быть умеренным, где-то от 100 до 500 калорий в сутки. А также рекомендуется употреблять повышенные дозы белка. Не 1,5-2 грамма, как обычно, а от 2,2, вплоть до невероятных 3,4 грамма на килограмм обезжиренной массы тела. То есть, например, если вы весите 100 кг и процент жира 20, обезжиренная масса равна 80 кг, и такая повышенная норма белка будет составлять где-то от 170 до 270 грамм в день. Такие исследования часто спонсируются продавцами спортивного питания, поэтому эти нормы могут быть несколько завышены, но конфликт интересов не всегда означает подтасованные исследования. К тому же белок хорошо насыщает, на его переваривание уходит много энергии, так что можно поэкспериментировать и с этим пунктом. Если ваш лечащий врач не против. Давайте разберемся с этими общепринятыми рекомендациями, прежде чем я расскажу свою личную идею. Итак, что все это значит на практике? Смотря до кого. Давайте рассмотрим все возможные случаи. Первый вариант – люди, у которых, условно говоря, много жира, то есть более 25-30% у мужчин и более 35-40% у женщин. И нет серьезного опыта силовых тренировок. Если у вас немало лишнего веса, и вы начинаете силовые тренировки с нуля или почти с нуля, вы можете преображать свое тело с невероятной скоростью, буквально на глазах. Потому что вы можете и быстро набирать мышцы, и быстро сжигать жир, и делать это параллельно. Просто не надо убивать суставы бегом или истязать себя другими формами кардио. Делайте акцент на силовые тренировки. Хоть с железом, хоть со своим весом. Благо его много. Поначалу можно обходиться отжиманиями с возвышенности и австралийскими подтягиваниями. И так вы будете задействовать почти всю мышечную массу верха тела. А для ног можно делать начальный уровень ФБР приседаний, и женщины могут добавить ягодичный мост. А между подходами просто побольше ходите. По залу, площадке или дому. В итоге на каждой тренировке вас будет ждать не очередной час самоистязаний, а очередные вдохновляющие рекорды. А кардио можно делать просто по минимуму для здоровья. Хотя если оно приносит вам удовольствие, можно и больше. Главное, когда вы начинаете силовые тренировки, не садиться на массу, то есть не переходить в профицит. А быть в дефиците. Причем, если у вас много лишнего веса, он может быть довольно большим. Можно начать с 500 калорий в сутки и потом при необходимости корректировать это число. Второй вариант, если у вас условно много жира, но какой-то опыт силовых тренировок есть. Не пик мышечного развития, но где-то средний уровень. Стратегия примерно такая же, как и для предыдущей категории, то есть акцент на силовые тренировки и на дефицит калорий. Только чем больше у вас опыт силовых тренировок, тем меньше вы можете делать дефицит. Можно начать где-то с 200 калорий в сутки. Третий вариант, если вы растренированы, то есть у вас был перерыв в качественных тренировках. Например, это очень популярно для карантина, причем обычно в этом случае человек не только теряет мышцы, но и набирает жир. Таким людям тоже не нужно садиться на массу, а следует делать силовые тренировки в дефиците, где-то от 100 до 500 калорий. И чем больше вы растеряли форму, тем больше может быть этот дефицит. В итоге вы будете восстанавливать мышцы за счет мышечной памяти и сжигать жир. И четвертый вариант, любая неприоритетная категория для рекомпозиции. А что же делать людям, которые не попадают в эти приоритетные категории для рекомпозиции? Само собой нужны регулярные силовые тренировки, дефицит калорий должен быть умеренным, где-то до 500 калорий, можно попробовать есть побольше белка, и тут настаёт время для моей личной идеи. Метод называется «День похудения». Пока расскажу кратко, ролик и так затягивается, подробности в будущих выпусках, так что не забудьте подписаться и поставить колокольчик. А пока рассказываю тезисно, но вы уже сможете пользоваться этим методом на практике. Его суть проста. Один день в неделю мы несколько часов ходим. Суммарно за день где-то от 3 до 8 часов. Например, вы можете пойти в какой-нибудь торговый центр, повыбирать одежду. Допустим, час идёте туда, три часа там и час обратно. Или пойти в какой-нибудь другой магазин, повыбирать ещё что-нибудь. Или просто гулять на природе. Или разбить весь дневной объём ходьбы на 2 или 3 части. Как кому проще? Просто запаситесь шагомером, чтобы набрать нужный километраж. При этом нужно что-то слушать, говорить по телефону или видеосвязи, или даже смотреть видео там, где нет машин. И можно в любое время делать перерывы, например, на еду. Можно сидеть хоть в кафе, хоть на лавочке в торговом центре или парке. Например, если вы взяли с собой фитнес-питание по рецептам из моего ролика. Ссылка на который есть в описании и на экране. Почему этот метод эффективен для рекомпозиции? Во-первых, ходьба сама по себе отличное и очень недооценённое упражнение для фитнеса. За 2 часа ходьбы сжигается примерно столько же калорий, сколько за час бега. Но мало кто сможет пробежать час, мало кто может это делать. Как минимум, этот навык нужно долго развивать, а 2 часа без особого труда пройдёт почти каждый. Это как пройтись по торговому центру. А если идти в гору под углом 15 градусов, калорий сжигается примерно столько же, сколько при беге. Получается эффективное упражнение, доступное всем, хоть женщинам за 50. Ну, за 50 это недорого. А более интенсивные формы кардио гораздо больше вызывают стресс, повышают аппетит и мешают росту мышц. То есть ходить в принципе хорошо в любое время, но если выносить основной объём ходьбы в один день в неделю, у этого тоже есть свои плюсы. Вы прикладываете минимум волевых усилий, то есть, грубо говоря, заставлять себя нужно не 7 раз в неделю, а 1. Ведь как бы самое тяжёлое это сдвинуть поезд с места. Хотя многим, возможно, и не нужно будет себя заставлять, как минимум со временем. И такие длительные прогулки будут только в удовольствии, как, например, мне. Также вы получаете больше свободы в течение недели. Например, если у вас день похудения на 7 часов, все остальные дни можно вообще не делать дефицит, и вы похудеете так же, как если бы ограничивали себя примерно на 200 калорий каждый день. Для человека массой 80 кг. Потому что такой человек будет тратить около 200 дополнительных калорий за час ходьбы. То есть будет сжигать где-то на 200 калорий больше, чем в состоянии покоя. Чем больше вес человека, темп и сложность местности, в частности количество подъёмов, тем больше будет это число. Но для простоты во всех примерах будем брать 200. Примеров схем с днём похудения множество, об этом через несколько секунд. И лично для меня главный лайфхак это то, что мы предположительно получаем возможность сохранить высокую скорость роста мышц. Потому что 6 дней в неделю можно быть в небольшом профиците и только один день в дефиците. Например, возьмём человека со средним опытом тренировок и небольшим количеством жира, который хочет максимально быстро растить мышцы и потихоньку дожигать жир. Тогда 6 дней в неделю он может потреблять 2600 калорий в день, а на 7 день 2500. И делает день похудения, когда он проходит, допустим, 7 часов. То есть 6 дней в неделю он будет в нужном профиците и всё равно при этом получает за неделю дефицит в 1400 калорий. Для упрощения мы считаем, что весь ежедневный профицит за 6 дней пошёл на рост мышц. В реальности всё будет несколько сложнее, но отличия будут непринципиальными. Причём дефицит получается не за счёт ограничения питания, а за счёт низкоинтенсивной физической активности. А это лучше для сохранения мышц. То есть, скорее всего, если этот человек и потеряет немного мышц за этот день похудения, наличие нужного профицита в остальные дни перекроет эти потери, и он будет параллельно растить мышцы и сжигать жир. А ещё можно попробовать в этот день похудения потребить не 2500, а 3300 калорий, то есть 2600 плюс 700, чтобы дать профицит для роста мышц, а также компенсировать калории, потраченные при ходьбе, не из жира. Ведь при ходьбе как минимум половина калорий тратится из жира. Обычно больше, но будем считать так, чтобы если что получить результат ещё лучше, чем планировалось. То есть в день похудения за 7 часов ходьбы было потрачено 1400 дополнительных калорий, значит, не из жира было потрачено максимум 700. Значит, употребив 700 дополнительных калорий, мы точно компенсируем энергию, которая была потрачена не из жира. И, возможно, тогда скорость роста мышц не будет замедляться даже в день похудения, при том, что за неделю будет дефицит 700 калорий. Снова-таки, точно сказать нельзя, потому что учёные не знают точного механизма роста мышц. Никто не поймает свои вещи у вас. Эту схему я ещё буду исследовать детальнее, в том числе на практике. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Очень интересно. А если вас больше интересует похудение, можно пользоваться более простыми схемами. Например, вы можете вообще не создавать дефицита за счёт питания, а только делать день похудения, и будете худеть так же, как если бы каждый день ограничивали себя на 200 калорий. В идеале можно добавить ещё мини-день похудения, когда вы проходите, например, час или два. Помимо сжигания дополнительных калорий, это будет служить как бы вспомогательной, лёгкой тренировкой, чтобы вам легче давался основной день похудения. Если хотите ускорить похудение, можно добавить умеренный ежедневный дефицит. Ну а если хотите худеть максимально быстро, можно сделать дефицит побольше, но тогда я бы советовал день-два в неделю быть в профиците. Я ещё буду подробнее рассказывать про день похудения в следующих видео, так что... Если хотите, чтобы YouTube предлагал вам больше похожих видео, ставьте лайк. Если хотите получать качественную информацию по фитнесу без воды, подписывайтесь и жмите колокольчик. Пишите, какие вопросы по фитнесу интересуют вас, и я учту их при создании следующих видео, а на какие-то, может быть, отвечу прямо в комментариях. Вы на канале ФБР Фитнес без рабства. Меня зовут Бак, на связи.